14 декабря Megapolis Mall прошла пресс-конференция, посвященная 9 турниру Fating Eagles Europe Series K1 and MMA. В рамках мероприятия публике были представлены бойцы всех весовых категорий, которые должны были принять участие в соревнованиях. Дарья, расскажите, пожалуйста, что за турнир пройдет завтра? Кто будет на нем участвовать? Какие пои пройдут? Кто специальный гость? Завтра у нас Fating Eagles. Это шоу, которое мы будем делать второй раз. И уже видим, что оно приобретает большую популярность не только у нас в стране, но и за рубежом. Поэтому, думаю, что есть большое будущее у этого проекта. Но очень интересен проект тем, что приглашающая страна ставит свою символическую сборную. И, конечно, это большой престиж в стране, бойцам. Бойцы объединяются для общего дела, для общего блага, для того, чтобы выиграть. Турнир, завтрашний турнир, это турнир, который был запланирован еще в прошлом году. Мы его сделаем. Приехали все бойцы, все гости. Все готово к этому. Завтра надеемся, что будет очень-очень хорошо. Следите ли вы за турнирами Ассоциации Фея в Молдове? И как вы оцениваете их? Да, я, в принципе, уже слежу за ним. И они, сколько уже лет, да, года четыре я о нем знаю. И с каждым годом спортсмен, уровень спортсменов растет. Так как мондавские бойцы, так и зарубежные приезжают, более известные бойцы, цитловные бойцы. Поэтому в дальнейшем даже, мне кажется, что она все будет и больше, и больше, и лучше. У меня соперник завтра будет латвиец. Зовут его Павел, он мой тезка по имени. Но я думаю, это может быть... Не столько будет влиять на результат боя. В любом случае, один Павел победит, второй Павел проиграет. Молдаван должен победить. Латыш должен уступить. Ну, про уверенность, это не просто так, что это удача, которая, вот она, повезло, монета так упала. Эта уверенность делается месяцами, годами тренировок. Вместе с тренером, вместе с ребятами, которые на тренировке тебя подготавливают, готовят к турниру. Ты отрабатываешь комбинации, просматриваешь самого соперника. И эта уверенность, она наращивается, набирается. Естественно, сегодня я могу сказать, что я уверен. 15 декабря состоялись 11 супербоев, по итогам которых были определены лучшие бойцы. Также прошел один титульный поединок по версии ММА за вакантный поезд Bushida FC в категории 84 килограмма. Титульный поезд получил известный боец Республики Молдова в номинации «Фея». Лучший боец 2011 года по ММА, многократный чемпион мира и Европы Покатилов Павел. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok